Всем привет дорогие подписчики и зрители моего канала, гости моего канала. Сегодня я хотел бы поговорить о таком интересном радиоприемнике как ЛАСПИ-1. Выпускался данный радиоприемник на НПО Мусон, он же концерн Мусон, он же завод имени Калмыкова. И находился этот радиозавод в городе Героя Севастополя. Выпущенных экземпляров было не более 10 тысяч штук, возможно даже менее, так как установить точное число выпущенных приемников не представляется возможным, ввиду того, что завод давно прекратил свое существование. На руках таких живых приемников, я думаю, практически не осталось, ввиду того, что многие приемники были попросту выброшены на помойку своими хозяевами. Приемник мне достался вообще в новом состоянии, не эксплуатировавшийся в коробке. Коробка, правда, расползлась ввиду небрежного хранения. Дата выпуска приемника, как гласит надпись на коробке, апрель 1993 года. Масса приемника 260 грамм. Рабочий диапазон частот данного приемника от 65,8 МГц до 74 МГц. То есть данный приемник работает в старом УКВ советском диапазоне частот. Что входило в комплектацию данного приемника? Сама коробка, сам приемник, руководство по эксплуатации данным приемником, элемент CR2032 для питания часов, и вот такая вот штыревая антенна. Данная антенна вставляется в гнездо, расположенное сверху приемника. Значит, на левой стороне находится колесико перестройки по частоте приемника. С правой стороны находится колесико регулировки громкости и движок включателя самого радиоприемника. На корпусе, как мы видим, есть некоторые изъяны. Но эти изъяны, я думаю, что это такое литье кривое было. Значит, что хотелось бы отметить. Питание осуществляется при помощи 9-ти вольтовой кроны. Сейчас мы вставим крышку. И попробуем его включить. Приемник шипит. Но услышать мы ничего не сможем, так как в городе Севастополе нет вещательных станций, работающих на этих частотах. К сожалению, реальность такова. Можно было бы его проверить на генераторе стандартных сигналов, но, к сожалению, генератор стандартных сигналов мой вышел из строя. Я остался пока без генератора. На передней панели, как мы видим, расположены жидкокристаллический индикатор. Здесь отображается реальное время, а в правой стороне отображается время срабатывания таймера, который выставляется при помощи вот этих вот трех функциональных клавиш. В чем еще уникальность данного радиоприемника? Это в его порядковом номере. Обратите внимание, порядковый номер приемника 0004. Выпущен он был, если я правильно понимаю, 1 апреля 1993 года. Приемник под пломбами. Пломба девственная. В этом его еще и уникальность. То есть, это реально коллекционный аппарат. Что касаемо инструкции по эксплуатации, произошел вообще казус. Значит, инструкцию приложили не от этого приемника, а на приемник выпуска 29 апреля 1993 года под номером 0013. То есть, как мы видим, за, грубо говоря, месяц было собрано всего лишь 13 экземпляров данного приемника. Вот крупным планом я покажу вам сейчас эту инструкцию по эксплуатации. Вот такое дело. Здесь описаны комплект поставки. Основные его технические характеристики. Чувствительность написана 15 микровольт. Значит, содержание драгоценных материалов, металлов. Краткое описание самого приемника. В приемнике есть несколько видов таймеров. То есть, можно заставить приемник включаться на 8 минут каждого часа, слушать новости. Можно заставить его выключаться через полчаса его работы. Вот описано, какие кнопки выполняют какие функции. Тоже немаловажный момент. Почему я это все снимаю? Потому что информации по данному приемнику вообще никакой нет. Люди годами безуспешно ищут и не могут найти. Я думаю, если у кого есть такой приемник, теперь будут знать, как правильно это все выставляется. Как правильно пользоваться таймерами. Ну и вот реквизиты. Севастополь 53, концерн Мусон, завод Ласпи. Вот такие вот пироги. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Обязательно оставляйте свои комментарии. Может, у кого-нибудь даже есть такой приемник. Всем спасибо. 73. 73.